Запахло жареным, а перед этим запахом жареных еще Молдова успела сделать несколько, так сказать, таких, ну скажем говоря, мягко недружественных деклараций в сторону России, попринимала участие в различного рода заседаниях типа Крымской платформы. Все это создало атмосферу достаточно, так сказать, напряженную. А наш переговорщик, который как потом по заявлению, так сказать, премьер-министра выяснилось, что он вообще не имел никаких полномочий подписывать, такие заявления весьма несерьезны после того, как подписан протокол, проведены переговоры, после этого премьер-министр заявляет, что подписант вообще не имел полномочий, то есть это Филькина грамота. Значит, когда все это, так сказать, уже начало видно, что ситуация напряженная, то в конце сентября, только за буквально пару дней до истечения контракта, мы вступили в переговоры. И опять-таки позволю напомнить, как эти переговоры начались. Появились такие жесткие заявления молдавской стороны о том, что мы не признаем долгов, мы, так сказать, требуем цену в два раза ниже, мы с этим не согласны, мы требуем то, мы требуем то. Ну, с долгами это вообще, меня время от времени, так сказать, наши пасовцы напоминают большевиков, которых они страшно не любят и которых ругают. Но в свое время именно большевики призывали, так сказать, западные страны отказаться от кредитования царского правительства. Это было еще в Государственной Думе, в Первой Государственной Думе. Значит, и наши в свое время, еще до того, как прийти к власти, госпожа Санду тоже обращалась к западным партнерам с тем, чтобы они не финансировали молдавское правительство, поскольку оно там коррумпировано и так далее. Большевики призывали, так сказать, к поражению страны, царской России в империалистической войне, в Первой мировой войне, поскольку это приблизит революцию. То есть в этом отношении, так сказать, поведение одинаковое. И большевики, придя к власти, первым делом что сделали? Отказались от всех долгов царской России, мол, это не наши долги. Вот фактически то же самое повторили и пасовцы в переговорах с Газпромом. Мол, это не наши долги, мы платить не будем. Но оказалось не так все просто, ребята.